Санкции против собаководов крымским клубом, входящим в Российскую Кинологическую Федерацию и Международную Организацию ФСАЙ, этой весной не разрешили проводить выставки с присуждением званий и чемпионских титулов. Тем не менее, сорвать праздник никому не удалось. Подробнее Татьяна Шаманаева. Но наших собаководов ничем не испугаешь. Не разрешили выставки, собаководы проводят племосмотры. Вероятно, авторы запрета на выставки думали, что на племосмотры владельцы приведут только щенков. Но на ринге в Севастополе мы увидели лучших собак полуострова, владельцы которых пришли поддержать свой клуб. Когда вместо племосмотров будут проходить обычные выставки, мы спросили у судьи. Я по определению не могу давать таких комментариев. Я просто судья РКФФЦИ. Я только могу характеризовать собаку, оценить ее. А все политические моменты это решается до высокого уровня. Я тоже переживаю так же, как и вы. Но несмотря на разногласия между Российской кинологической федерацией и Кинологическим союзом Украины и ФСИ, все надеются, что руководители организаций сумеют преодолеть трудности. А пока даже на племосмотрах мы видим собак лучших питомников, победителей международных выставок. Вот такими среднеазиатскими овчарками можно только гордиться. На мой взгляд, эта порода сочетает в себе лучшие качества, которые есть у собак. Это и охранник хороший, это и компаньон, это и, конечно же, верный-верный друг, который никогда вас не подведет в трудную минуту. Но при желании она может быть и комнатной собачкой. А еще впервые была представлена единственная собака в Крыму – Сабоэса Испаньон. Испанских гонщиков в России всего шесть. Эта универсальная собака может выполнять различные обязанности – охотиться на зверей, служить в полиции и быть спасателем. Очень добрая, со всеми уживается. У меня бордосов много дома больших. Она влилась в коллектив, как будто всегда там жила. Выставочный сезон на полуострове продолжается. В ближайшие выходные кинологические мероприятия пройдут в Феодосии и Евпатории. Татьяна Шмонаева, Седьмимед Кукчиев. Время новостей. Севастополь.